Здравствуйте! Давно пионов не было. Полгода до цветения настоящих. У меня, конечно же, искусственный январь все-таки. И немаленький такой холст 50 на 60. Умбра ленинградская сделана имприматура. На палитре много разных красок, вы видите, но основные, которыми я буду пользоваться, это две красные. Одна теплая, одна холодная, это кадмий красный. И вместо краплака у меня хинокридон сейчас розовый. Про эту краску расскажу отдельно, очень опасная такая она. Надо деликатно с ней пользоваться. И две зеленые, тоже одна теплая, одна холодная, одна травянистая, другая вот на кобальт зеленый-голубый похожа. Есть сиена натуральная, есть кадмий желтый, есть даже синяя, но эти краски практически не будут применяться. Значит, обратите внимание, набросочно. То есть большой набросок сразу всего. Без разной детализации мне это не пригодится, и вы сейчас поймете почему. Я вам показала, насколько большую кисть я беру. Это щетина с длинным ворсом, на длинной ручке и большого размера. И очень широко я сейчас буду брать основные цветовые отношения. Мне очень понравилась фраза, я не помню, кто ее автор, она часто встречается у художников, которые говорят, оттенок важнее, чем цвет. О чем это? Вот в этом этюде мне хотелось бы поговорить на эту тему. Пионы розовые. И если их писать именно тем цветом, который локальный цвет, то это будет просто раскрашенная работа. Что должен писать художник? Художник должен писать этот розовый в этих условиях освещения. В этих цветовых рефлексах и в этой цветовой среде, в которой сейчас находится этот розовый пион. Я перенесу этот пион в другую комнату. И у меня этот пион будет написан другого цвета. Не тот розовый, который он был здесь, он будет другой розовый. Пион разного качества. Одни более теплые, другие более холодные. Кстати, вот если смотреть сейчас на терморт, этого не видно. И почти всегда именно так поступает фотография. Она не видит цвет. А человеческий глаз способен различать эти оттенки. Оттенок важнее цвета. По фотографии вы не увидите, что одни розовые чуть теплее, другие розовые чуть холоднее. Именно локальным цветом. Плюс вот эти условия освещения. Плюс единая среда. Вокруг них и вот этот фон, и вот этот белый стоп. Который тоже, конечно, придаёт и приносит там своё значение. Сейчас на стадии подмалёвка всё это находится. Краски, как видите, я растворяю довольно жидко, акварельно. Втираю их туда в холст. И втираю их холодными оттенками, потому что если в целом смотреть на терморт, то он, в общем-то, холодный. Но относительно световых частей тени более тёплые. Так вот, есть такой секрет художников. Если жидко, и потом стереть, то это будет уже теплее. То есть эти тени при высыхании, вот то, что я сейчас спешу, они станут ещё потеплее даже. И я этим пользуюсь. Зная свойства красок, я не могу сказать, что это недостаток. Нормальное явление в красках. Прожухание красочного слоя нормальное, естественное, абсолютно. При высыхании краска меняет чуть-чуть свой цвет. Гуашь слина меняет, масла меньше. Что-то светлеет, что-то темнеет. Вот жидко написанные слои теплеют и темнеют. И, конечно, этим надо пользоваться. То есть закладывая определённый сейчас цвет и тон, мы, в общем-то, должны в чём-то представлять, каким он будет после высыхания. Какая-то эта вот умбра попала на кисточку совершенно ненужным образом. Ну, это легко удалить. Значит, вот широко так закрашиваю. Я потом не знаю, что с этим всем делать. Вот пока мы вот так вот красим широко, обращая внимание на точность тона, на точность цветового оттенка, на точность вот этого пятна в целом, но теперь можете, мы правильно попадаем в тон и в цвет. Как только мы садимся рисовать лепестки, мы перестаём попадать в нужный тон и цвет. Поэтому эта стадия, она абсолютно необходима. от общего, решение общих цветовых отношений. Большого света к большой тени. Света одного цветка к тени другого цветка. Отношение цвета одного освещенного там пиона к другому пиону, который в тени. Какой цвет на свету? Какой цвет в тени? Какой тон на свету, какой тон в тени? Ну, сколько там? 11-12 пионов, 13. Все их надо сравнить между собой. Все они разные, так как находятся под разным углом к источнику освещения. Даже если бы все были срезаны с одного куста. Вот на этих мастер-классах, на которых вам говорят, вот здесь вот зелёненьким по окрасне, а вот здесь там поджелтите, а вот здесь вот, ну, это вот как бы берут картину какого-то художника, который всё это увидел, смог грамотно в этой колористической взаимозависимости эти цвета расставить, композиционно раскидал эти пятна по холсту. А у него взяли вот эту картинку, вот так вот поставили, вот тут пожелтей, тут посиней покрасьте. Вы ничему не научитесь на таких мастер-классах. Учиться живописи сложно, но именно вот эти знания, вот эти навыки, которые вы приобретёте при рисовании с натуры и при живописи с натуры, они дадут вам тот багаж для самостоятельного абсолютно творчества. На самом деле не важно, что рисовать. Цветы, валенки, деревья, кусты, облака, вообще не важно. важно увидеть взаимосвязь, увидеть во всём этом игру света и тени. Найти цвет света и цвет тени. Опять же, не важно, цвет света пиона или цвет света облака. Относительно, как бы на этом облаке вы берёте световые части и теневые. Относительно других цветов вокруг всего этого натюрморта. Вокруг пейзажа, смотря что пишите, вокруг портрета. Вот ведение работы, некоторые говорят, постепенное такое, я вот сейчас нос нарисую, а на следующее занятие приду и вокруг фон покрашу. Это абсолютно неприемлемо, потому что именно на первом занятии важно взять отношение всей головы, цвета тома, света на голове и тени на голове к цвету фона. грамотно и гармонично это сделать. Красиво найти эти цветовые сочетания. А потом уже в найденном этом целом рисовать нос, уши, реснички, ну или там лепестки, как в пионах, или листики, как в кустах. вы вот сначала берете свет и тень всего куста и только после этого начинаете рисовать на нем листочки и веточки. Вот я специально поставила поближе работу, чтобы показать часто эту стадию вам не показывать, показать рисовальный такой момент. Но не закончив одну стадию, нет смысла начинать другого. Поэтому я увидела, что где-то в фоне чуть больше холода, чуть больше такой воздушности, краска уже просела даже вот за эти там пять минут, которые прошли от момента ее нанесения и появилось желание его чуть-чуть поднять, как знают художники, и сделать чуть холоднее. если сразу механически смешать вот те цвета и то, что я сейчас напыляю на этом фоне, получится просто крест. Когда видится в промежутках между нанесением этой краски тот цвет, то он воспринимается совсем иначе. от излишней фактуры ребром кисти не смазать всю краску, а лишь такие где-то получившиеся слишком пастозные мазки они так снимаются. Вот я пользуюсь тем, что вы меня не видите, чуть-чуть порисовала цветочки совсем немножко и сейчас снова возвращаюсь к целому, к этому отношению белого с белым. Даня постепенно так уже из-под малевка где-то моменты именно ну так более-менее пастозно написаны. и часто бывает так, не получается предмет смотреть отношение к фону. Это очень важный момент. Вы можете биться бесконечно, если у вас не получается объем чего-то там, и у вас не получается материальность этого предмета или цветка. На самом деле дело в том, что его окружает. Отношение к фону должно быть взято тоже предельно точно. Насколько фон светлее, чем тень этого предмета, насколько фон темнее, чем свет этого предмета. Не просто, что темнее или светлее, но насколько и насколько одно пятно теплее, другое хладнее. В общем-то, если про тепло-холодность вспомнить, в основном художники пишут так, что если свет теплый, то тень холодный, и наоборот, если свет из окна, он более холодный, и в таком случае тени более теплые. Все это очень относительно. Нельзя сказать, что вы будете там писать оранжевым светом и синим тенем фиолетовым. Вот любой цвет, он теплее или холоднее относительно того цвета, который с ним рядом. И кстати, очень интересное замечание тоже от художников, что добавление белых, серых делает всегда холоднее оттенок. То есть чистого белого у вас быть не может. Попадая чисто белый, если был цвет, чисто белый пион, но он попал в это окружение, и белым он перестал быть. На него влияет большое количество цветов, которые окружают. На него влияет цвет источника освещения. В данном случае я пишу с дневным освещением из окна. Мы с вами договорили, что это холодноватый цвет. вот этот белый пион на светах своих он холоднее, чем он же в тенях. Но он не превращается в синий или в голубой. Он белый должен быть. Взяв все отношения правильно, вы добьетесь этого. используя белые краски. Всем будет казаться, что это белый пион, хотя в нем нет ни одного ни одного мазочка белой краски. У любого белого есть свой оттенок. Помните, оттенок важнее, чем цвет. Оттенок от чего прежде всего зависит. от источника освещения. Стояла бы сейчас электрическая лампа. Все цвета были бы немножко оранжевые, а тени соответственно немножко фиолетовые, лиловые какие-то, сложно серые, лиловые. Пион тот же самый, белый, но оттенок совсем был бы другой. и красками другими бы его пришлось делать. Вот это настолько интересная история живописи, что я не променяю ни за что на какие-то другие там занятия, композиции, вот то, что там двигают по холсту, какие-то абстрактные фигуры. это тоже интересно. Здесь у каждого свое, свой интерес. И вот именно этот интерес чаще всего и двигает вами. я почти не рассказываю как нарисовать как нарисовать там этот лепесток как нарисовать этот объем ну здесь в общем-то что рассказывать взять карандаш потренироваться в рисовании цветка найти где у него свет где у него тень как освещаются эти лепестки надо изучить это то есть вы понимаете что я в своей жизни нарисовала много пионов и я иногда этот рисовальный момент вообще могу уже как бы не делать даже мне интереснее как раз с помощью найденного цветового тона достичь без рисунка лепестков этой материальности похожести нарисовать что нарисовать нарисовать легко взять и нарисовать а вот решить в каком месте рисовать а в каком не надо его рисовать здесь надо вот там творческий бы дайте кто-то меня спрашивал почему вот эту группу которые в глубине вот эти пиончики холодного розового оттенка почему я их вытащила сюда на первый план ну я их вытащила совершенно сознательно они у меня здесь композиционный центр и было бы как бы может быть может быть и ничего бы было если бы они совсем туда в глубину ушли мне хотелось здесь в центре поставить такой пиончик на котором контрастные будут и которые освещен хорошо а не сидит в тени от этих пиончиков от левых ну кстати подумаем может быть и стоит стоит какие-то чуть туда в глубину посадить все это решаемо все это не не что не то может быть что это это пион это здесь из через стеклянный кувшин свет проникает и туда вот на драпировку дает такие красивые тепленькие от света через стекло видим через стекло и вода и вот дает теплоту потому что проступает уже через него не знаю почему но всегда теплые вот эти вот пятнышки бывают через стекло на свет чуть холоднее на тени я вам рассказывал что в притирочку она станет она сейчас уже чуть теплей а станет еще немножко теплее именно за счет того что там краска вот так вот жидкая и втерта и растерта вот такой у меня сегодня вышел этюд с пионами вот так если посветлее он выглядит не в тени стоит на этом я сегодня с вами прощаюсь творческих вам удач и красивых пионов подписывайтесь на мой канал очень жду вас будет много еще во всего разного интересного до новых встреч